Видимо, как у каждого актёра, он будет каждый раз разный. И зрителю остаётся только, в общем, принимать или не принимать. Я о своём пока ничего сказать не могу. Я не видел спектакля. Кстати, Андрей почему-то думал, что вот нам надо пожениться. У него всегда были такие какие-то странные закидоны. У нас даже романом не пахло. Он просто был мой друг, самый настоящий друг. А у мужчин бывает, ты знаешь, они же больше как дети, да? У них бывают такие какие-то вот, вот если бы... И они оба мечтали о такой семье, которую он получил. Вот с этой гримершей Светой. Нет, как её? Светой, да? Он получил ненадолго, но получил. Он получил дом, он получил сына. И получил такую молчаливую, молодую и, по-моему, очень его любящую. Это было на «Сталкере». Первая моя картина и такое имя, Тарковский, это уж очень серьёзно было. А Анатолий Алексеевич продолжал ещё работать в театре и доигрывал последний спектакль «Гамлета». Он пригласил меня на просмотр. После того, как я посмотрела этот спектакль, вот во мне, ну всё перевернулось. И у меня тогда сложилось впечатление, что человек в быту очень неустроенный. Вот как-то кинутый, вот он весь здесь, вот сейчас. Вот какой он есть, такой он и есть здесь. А личного-то и нет ничего. Грусть, печаль. Оставленный ребёнок, которого он безумно любил, девочка Лариса. И, кстати, он очень всегда мечтал, чтобы у нас с ней восстановились добрые отношения, то есть произошёл такой контакт. И в дальнейшем мечтал её забрать, чтобы она жила вот в нашей семье уже, которая потом образовалась. Мы жили с ним после возвращения со «Сталкера» на Бауманской общежитии. Вот комнату там Анатолий имел от театра. Но это на тот срок, пока он играл в театре. Как только закончились спектакли «Гамлета», ему отказали в этой комнате. А у меня была комната в коммунальной квартире в Люберце. И мы там прожили до 81-го года. Я жила себе, вот не думая о завтрашнем дне, что может что-то случиться такое, вот именно с ним такое может случиться. Я думала, что это никогда не кончится, вот это счастье. Вот настоящее человеческое счастье. После операции то ли быстро пришёл в форму такую вот, как он сказал, рабочую. Он сказал, я не буду долго залёживаться, я буду работать, работать. У меня ничего страшного нет, но подумаешь, там немножко нет лёгкого. Ну и что? Действительно, вот он очень начал интенсивно работать в картине. Первая, по-моему, картина его была «Остановился поезд» или «Диалоги», как она прежде называлась. Есть актёры, которых нужно пробовать, на кинопробах не давать текст, а просто поставить перед ним свечу. И пусть человек смотрит и думает. И можно будет понять сразу, сделать ли актёр эту роль или нет. Вот таким актёром был Анатолий Солоницин. Что остаётся от актёра? От актёра остаётся плёнка. Остаётся фигура человека, который играл стойкость, нравственного приоритета. Можно делать и совершать всё, но нельзя переступать некую грань. Но пойми, ведь перед тобой незаядлые преступники. Люди, нормальные люди, каких миллионов. И они работают, как умеют. Они так работали всю жизнь, их не научили по-другому. Только их ли в этом вина? Что их в тюрьму за это? Ну, суд решит. И тебе их не жалко? Каждого в отдельности, да. Но когда я вижу последствия того, что они совершают вместе, от того, что кто-то не пришёл, кто-то напился, кто-то опоздал, кто-то поставил один башмак вместо двух, или ехал с превышением скорости, живём среди разгильдейства. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Карать. Да, и карать. Нельзя даже во имя какой-то очень высокой и даже действительно светлой цели переходить эту грань. Вот этот вопрос о соотношении целей и средства, мне кажется, это самое главное, что у него в своих персонажах. Чёткость нравственной позиции. Не переступить. Я не верю трибунам, которые существуют на экране, трибунам, людям, актёрам, которые при этом сами переступают. Переступали многие, переступили многие. Увы, жизнь сложна, человек слаб, актёр тем более, он более чувствителен к жестокостям и нелёгкостям жизни. А Солоницын не переступал. Он был бессребренник в буквальном смысле слова. Жил без денег, жил бедно, неустроенно, постоянно неустроенно. Он очень долго не имел квартиры, каких-то званий, не имел денег. Неустроенно жил. Его устроенность зато была абсолютно в искусстве. В кино, наверное, конечно, он останется в первую очередь Рублёвым. И, разумеется, что-то от Рублёва, какие-то главные вещи, были и в нём саму. Я думаю, что выбор Тарковского был не то, что абсолютно уверен, но просто подсказан даже с небес. Это и должен был делать Солониц. Русь, Русь. Всё-то она, родная, терпит. Всё вытерпит. Долго так ещё будет? А? Феофан? Не знаю. Всегда, наверное. Всё же красиво всё это. Снег идёт. Ничего нет страшней, когда снег в храме идёт. Правда? Продолжение следует... Снег идёт. Солоницын Анатолий Алексеевич, актёр. Родился в 1934 году. Снимался в фильмах Андрей Рублёв, «В огне брода нет», «Солярис», «Любить человека», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Проверка на дорогах», «Зеркало», «Восхождение», «Сталкер», «26 дней из жизни Достоевского», «Остановился поезд» и других. Скончался в 1982 году. Незадолго до смерти он пригласил священника, чтобы тот совершил обряд соборования. Он сказал только одну фразу. «Я забыл Бога». Но я думаю, что эта фраза скорее адресуется ко многим из нас. Если уж такой совестливый человек, как Слоницин, сказал себя жестоко. «Я забыл Бога», «То уж тоже нам, грешным». Мы-то действительно забыли Бога. «То уж и течествия», «То уж и течествия» «То уж и течествия» Субтитры создавал DimaTorzok